здравствуйте уважаемые зрители вот сегодня я решил что нужно сделать варенье из груш вот так вот чего я хочу сказать у нас они тут в сибири груши растут и даже такие деревья громадные громадные груш полной есть мелкие всякие они разных сортов бывают так вот они что получается вот ты берешь эту грушу она твердая вы видите как она в общем ей можно гвозди забивать этой грушей вот так ее принес домой полежит она какое-то время она твердая ее вот не продавишь ее такая она твердая и на вкус она так себе все попало а вот полежит она какое-то время а потом так берешь она мягкая тогда можно ее даже раскусить но еще чуть-чуть полежит она она сразу начинает портиться не нисколько она не хранится это где-то на югах у там хорошие груш сорта там они растут а у нас они на такие вот так вот я набрал их мешочки ну так немножко в прошлом году мы варенье варили вкуснее даже вкуснее чем с яблок получилось но вот решили снова для этого я что делаю беру эти груши и начинаю меленько-меленько резать конечно сердцевину я не трогаю она не нужна мне в общем вот так вот я его всего я выстрагиваем если где-то что-то такое нехорошее появилось вот я соответственно это вот а потом потом когда вот это все измельчу будем варить сахар как положено как варенье всегда варится а потом мы хотим ее взять и этим самым блендером чтоб однородная масса получилось вот вот варенье вчера сварили из яблок но там она как бы дольками вот но с яблок то ясно делала с груш у нас обычно никто ничего не делает по крайней мере я не знаю чтобы кто-то что-то делал выбрасывать ведрами вот они сначала садят где-то на даче а потом когда они начинают сыпаться уже вот тогда их собирают и в мусор никто ничего не делает товарищ мне звонит приходи груш не берешь я говорю тебе чё не надо что ли их так куда их чё с ними делать это не груша не поймешь что они берут меня какой-то я говорю ну ладно давай я пришел набрал у него я говорю мне сильно много ты не надо он бери полный рюкзак и врача с ними делать-то было столько много ну чего-нибудь делаешь вот ну и в общем короче сейчас я вот так вот измельчаю так что я вам показываю и чё результат какой получится у меня в общем вот я уже вот и измельчил вот вот они уже окисляться начали темнее вот еще но тут немножко у меня штук 5 осталось вот этот отход еще вот сердцевинку я не буду брать хотя тут можно конечно еще бы построгать вот 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 стакан воды и сахару один к одному потому что это такая штука не особо вкусная так сахар один к одному она кипит переключаем на слабый огонь чтобы интенсивность кипения была маленькая этот стакан воды подлил но это ни к чему у него и так сока полно оказывается вот так что не надо было в одно критерии так сказать готовности когда она будет мягкой 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 то есть вот она уже разварится вся вот тогда все кончили варить хорош в общем теперь это как бы не вода а как бы сироп получился густоватый такой хочу теперь блендером обработать ее чтобы она вообще однородный была Я думаю, хватит. Она такая, как кисель стала. Теперь её немножечко, ещё чуть-чуть-чуть, на печку поставим. Чуть-чуть-чуть, пусть закипит маленько. Варенье готово. Разлито по баночкам. Ну, его много не получилось, мы много и не хотели. Она сейчас остынет, будет густое, как повидло. Она потом остынет, будет ещё гуще. Но, надо сказать, ничего вкусное. Попробовал я её. Кисловатая, правда. Но это же не из яблок и не из персиков. Так что зимой будем. Притом, мы много его не стали делать, потому что у нас, кроме этого варенья, ещё всякого разного другого полно. Так что нам этого хватит для разнообразности. Так, ну вот. И всё, товарищи. Я вам показал, как его делают. Всё очень просто. На этом я заканчиваю. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Пока. Пока.